Всем привет! С вами снова сервис VeloLine и сегодня в разгар февральского рабочего дня мы пробуем сделать инструкцию по сборке колес. На ютюбе сейчас очень много роликов есть по сборке колес, но все они какие-то длинные, некоторые из них непонятны, а многие вообще бессмысленные. Мы примерно лет 10 собираем колеса и каждый механик у нас умеет это делать, а я расскажу один из быстрых, лаконичных, понятных способов, как правильно вставить спицы, как их завести в обод, чтобы потом получилось колесо. Моменты по сборке колеса, тонкости с расчетами спиц и прочее это будет в других наших видео, которые вы можете найти на нашем канале. А сейчас именно технический момент, как правильно вставить спицы. После того, как вы правильно рассчитали длину спицы, как правило у вас получается две разные длины, у нас здесь, собственно, две разные кучки спиц. Начнем, собственно, снаружи фланца через одно отверстие по фланцу. В персональные сборщики иногда вставляют все спицы подряд, некоторые по своим комбинациям. Дальше берем обод так, чтобы дырка под ниппель в камере смотрела вверх и вставляем любую спицу в отверстие слева от дырки под ниппель камеры. В первое отверстие. Вот дырки под ниппель в камеру. Далее каждая следующая спица вставляется в четвертое отверстие, если, например, смотреть по любую сторону, по окружности, собственно. Объясню еще раз. Через три дырки в четвертую. Получается вот такая вот сборка. Вставку спицы слева от дырки по ниппелю и последующая спица вставляется в четвертую дырку. Через три в четвертую. Дырки во фланцах находятся не напротив друг друга, они смещены на пол сегмента. То есть, если мы эту спицу ровно ставим, мы упираемся в корпус. Нам нужно найти в противоложном фланце ту дырку, которая находится левее от проекции спицы, которая находится левее от ниппеля. Вот эта дырка, нашли ее. И, собственно, спицы другой длины, собственно, из другой группы вставляются точно таки снаружи. Через одну. Дальше получается вот такая вот конструкция. Находим ту спицу, которую мы заводили первую. И вставляем ее в соседнее отверстие. То есть, второе от ниппеля. То есть, спицу, которая была смещена на пол сегмента по противоположному фланцу, мы вставляем в соседнее отверстие от первой вставляемой нам спицы. Чтобы не запутаться, мы спицы про противоположного фланца сразу, собственно, все проденем. На самом деле, в специальной сборке колеса происходит на вставление спиц, набивание во втулку сразу двух фланцев. Потому что они лежат по направлению. Сейчас, чуть-чуть, секунду попозже, я покажу, как это происходит. Собственно, мы когда вставляли спицы отсюда сверху, противоположный фланец, можно было бы вставить и те спицы, которые пойдут по внешней стороне фланца, того фланца, который находится со стороны кассеты. Но мы это сделаем чуть позже для того, чтобы вам объяснить принцип, как дальше они должны заводиться. Значит, сборка примерно следующая получается. И спицы, которые падут с внешней стороны фланца, со стороны кассеты, находятся к нам лицом. Дальше втулка скручивается в противоход воздействию кассеты. Берется любая спица, заводится под третью. Снизу. Дальше, когда все спицы находятся с внешней стороны, берется любая, заводится под третью снизу. Вот таким образом. Почему по третью? Вот первый крест, вот второй крест, вот третий. И эта сборка называется сборка в три креста. Заводится через одно отверстие от перекрещиваемой спицы. В обод. Вот в это отверстие заводится. Через некоторое время будет их неудобно заводить в обод. Для этого в мастерских используется ниппель-драйвер. Я вам покажу, как это делать с помощью обычной спицы. Вот, получается такая сборка. Ну и далее все остальные спицы, интуитивно понятно, что они вставляются. Так, чтобы они шли с внешней стороны фланца. То есть последняя четвертая группа вставляемых спиц. Уже вопросов, как правило, никаких не возникает. Самый тонкий момент по сборке колеса, это как найти отступающие отверстия на противоположной фланце. Как правильно скручивать флайн-стулки при сборке. И точно также заводится каждая спица под третью. Вот такая картина происходит на противоположной фланце. Спица заводится под третью. Первое пересечение, второй крест, третий крест, он заходит снизу спицы. Ну и попадает уже в понятное отверстие на ободе. Потому что остальные все уже, в принципе, заняты. И нужно очень сильно постараться, чтобы здесь в этом моменте это косячить. При обычной сборке колеса используйте свободную спицу. Накручиваете ниппелек, заводите его. Для того, чтобы выронить его в обод. Есть специальные отвертки для ниппелей. Но у пользователей их нет, можно обойтись с помощью обычной плоской отвертки. Чтобы с обратной стороны при заведении ниппеля в обод наживить его на спицу. Манипуляции с отверткой и спицами, в принципе, нужны при вставлении последних 8 спиц. Ну, если у вас 32 спицы в колесе. Ну и 9 спиц, если там 36 используются. Остальные ниппельки на спицы наживляются, собственно, без использования спицы и отвертки. Потому что колесо еще находится в прослабленном состоянии и их можно завести. По сути, персональный инструмент мастерских ускоряет процесс вставления ниппельков на несколько минут. Но если вы любители собирать в первый раз колесо, я думаю, у вас не сильно расстроит потеря нескольких минут в оставлении ниппельков. После того, как ставили все спицы, получилась вот такая вот примерно сборка. Спицы, в принципе, все набиты. В обод все у нас нормально. Есть несколько школ по сборке колес. Собственно, постоянно идут какие-то споры. Но мы собрали одним из самых популярных способов, когда отверстие под ниппель для камеры находится не в перекрестях спиц и удобно вставлять насос сюда. Потому что если мы завели сюда, то тут уже не накачаешь. Здесь чуть-чуть посложнее. И в этом случае, в случае 32 спиц, шов работает не в стяжку, как говорят в сокольниках. И типа это плохо. Ну, что поделать. Есть рекомендация собирать колесо так, чтобы можно было удобнее накачать, в первую очередь. В случае, если в колесе 36 спиц, то количество групп будет 9 нечетное и обод будет работать в стяжку. Для тех, кто заморочен именно на этот фактор, послушал их советов, то приобретите обода по 36 спиц и будет вам счастье. Есть еще также много споров по поводу правильности работы спиц. Когда спица, которая идет с внешней стороны фланца, работает на натяжение, под воздействием натяжения цепи, колесо получается более жестким. Спица плотнее прижата к фланцу, жесткость колеса выше, колесо едет лучше. Мы собрали именно таким способом. Существует другой формат мышления, когда люди говорят, что нужно тянущие спицы делать внутренними. Тогда колеса, дескать, больше надежности. Спорить можно до бесконечности. Никто статистику не приводил, но все приводят какие-то в личные домыслы свои. Собственно, после того, как мы ставили все спицы, дальше нужно их натянуть. И пользователь задает вопрос, как это сделать так, чтобы не было потом биения обода. Если у вас новая втулка, новые спицы и новый обод, то действовать можно следующим образом. Простым и логичным. Если мы правильно рассчитали длину спиц, то при вкручивании всех нипелей на одинаковое расстояние, оно изначально станет в ровное положение, а дальше оно натягивается на станке. Поэтому вооружаемся обратно на отвертке. И самым простым, чтобы не запутаться, начинаем, собственно, крутить ниппельки на спицах от ниппеля. Докручиваем ниппеля до края резьбы. Собственно, мы докручиваем каждый ниппель, докручиваем каждый ниппель так, чтобы он поравнялся с краем резьбы. Я здесь спицы, опять же, повторю, рассчитаны верно. Докручиваем ниппель так, чтобы край ниппеля равнялся с краем резьбы с внешней стороны обода. Разговор рабочего дня, у нас идут попутно другие ремонты, потому что у нас работает одновременно несколько механиков. И пока мы, например, рассказываем вам, как собрать колесо, на другом рабочем месте, собственно, происходят другие работы. Дальше, чтобы добиться большего натяжения, каждый ниппель крутится на определенное количество оборотов. Опытный сборщик, в принципе, понимает интуитивно. Мы сейчас докручиваем по два оборота каждый ниппель. Далее выоружаем спицевым ключом. Вот такие спицевые ключи. Они делаются одним прекрасным мастером. И, как правило, у хорошего механика есть такой спицевой ключ. Есть, конечно, спицевые ключи от ДТ, Сапима, Юниора, Парктула, Педрос и прочий другой инструмент. Но вот эта штука очень удобная, очень функциональная. Собственно, мы ее сейчас воспользуемся и переместимся для сборки, дальнейшей сборки и натяжки колеса к станку для колес. Ставим колесо в станок, нажимаем. Вот такие у станки от фирмы Парктул и Лениор, как правило, более-менее точно показывают смещение колеса по зонту. Значит, предварительно его подтянем. В моем случае колесо нужно сместить правее, в сторону кассеты. И практика покажет, что задние колеса имеют зонт в правую сторону. Есть хитрые рамы, где колесо, собственно, не смещено по зонту. Это отдельная история. В случае переднего колеса, зонт колеса таков, что оба сдвигают в сторону тормозного диска. Сейчас натягиваю спицы, я ориентируюсь на зонт, делаю больше оборотов, не пилей. Спицы, находящиеся с правой стороны, со стороны кассеты. Предварительно тянуто колесо получилось. Сбиение примерно миллиметров пять. Далее проверяем зонт с помощью вот такого хитрого устройства. Называется зонтомер. В нашем случае зонтомер от Парктула. Ясно, что нужно еще немного смесить обод правее, примерно миллиметра на два. Для этого, ориентируясь, опять же, на биение, потому что изначально у нас большое, смещаем обод правее, то есть вот здесь, где обод резко уходит. В биение с лицами мы подтягиваем в первую очередь и чуть сильнее, чем другие. В домашних условиях сборка колеса, конечно, сильно усложняется без спецовых ключей и без станка для спецовки. Но, тем не менее, возможно. Своё первое колесо я собрал лететь назад, в ночь перед походом. Выхода другого не было. Я вооружился обычной письменной инструкцией и начал собирать колесо, делать несколько часов. И если у вас рама с ободными тормозами, всё значительно упрощается. Можно регулировать восьмерку биения по ободному тормозу. В случае рамы с дисковым тормозом приходится придумать различные дополнительные устройства. Чуть-чуть перестарались на полмиллиметрика со смещением зонта. Это мы учтём при дальнейшей протяжке колеса. У нас есть небольшое биение, опять же, в пару миллиметров. Сейчас попутно поправим восьмерку. Как правило, всё исправление биения происходит в сторону натяжения спицы при сборке колеса. Некоторые спицы редко ослабевают. Спаршнальный сборщик это тоже чувствует интуитивно. Для этого нужен определённый опыт. Только в самой начальной стадии, когда ниппеля подтягивают с утра резьбы, ниппель прокручивается на несколько оборотов. Дальнейшие остальные движения, особенно колесо, когда уже выходит стяжку, делаются небольшими движениями по пол, оборот по четверти. Ошибка тех, кто собирает первое колесо, основная заключается в том, что они крутят сразу ниппель на несколько оборотов. Другой сразу на несколько оборотов ослабляет. И приение увеличивается, несмотря на все их тщетные старания. На самом деле, все движения делаются понемногу. Собственно, наше колесо готово. Оно натянуто и готово к эксплуатации. Вот. Собственно, мы сейчас вам рассказали, как собирать обычные классические колеса. В нашем случае это было с двадцать четвертым оборотовым колесом. Существуют более сложные колеса, где больше тонкостей, больше нюансов. Собственно, мы сейчас их не обсуждали. Если кому-то интересны какие-то нюансы по более сложной версии колес, в том числе и от каких-то интересных производителей типа Fulcrum или Mavic, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видеоролики. Мы будем делать постоянно обзоры, рассказывать про какие-то интересные случаи. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова